Приветствую гостей и постоянных зрителей канала Девайс! Этот ролик является продолжением цикла, в котором я собираю лучшие связки из процессоров и видеокарт, способные показать максимальную производительность в пределах выделенного бюджета. Сегодня ограничением является 70 тысяч рублей, и я подготовил 5 интересных комплектов, каждый из которых можно приобрести в проверенных магазинах, перейдя по ссылкам из описания к ролику. Не забудь использовать промокод, при помощи которого можно немного снизить затраты на покупку железа. Погнали! Забегая вперед, скажу, что все карточки, подобранные для сегодняшнего ролика, имеют поддержку трассировки лучей. Поэтому особо задерживаться на этом не буду, уделив время более важным моментам. Первый комплект можно назвать одним из самых сбалансированных за эту цену. Я предлагаю использовать процессор Ryzen 3 Pro 4350G в связке с видеокартой RTX 2060. Да, этот графический адаптер явно нельзя назвать новым, но он все еще способен показывать отличные результаты в большинстве современных игр, если не выкручивать настройки на максимум. Кстати, в конце видео будут сравнительные тесты, которые и помогут понять, насколько та или иная сборка на самом деле хороша. Выбранный процессор позволяет не упираться в предел сегодняшнего лимита, поэтому часть сэкономленной суммы можно будет израсходовать, к примеру, на более емкий накопитель или дополнительную планку памяти. Если хочешь регулярно смотреть видео с подобными подборками, обязательно подпишись на девайс и нажми на колокольчик, так ты не пропустишь интересные циклы роликов, выпуски с новостями и еще много полезной информации. Хотя Ryzen 3 Pro 4350G и способен раскрыть потенциал RTX 2060, для более мощных карт он вряд ли подойдет. Поэтому, если захочется получить больше производительности в играх, придется менять всю связку целиком. Совсем другой вариант развития событий предлагает Intel Core i5-12400F. Этот камень куда мощнее и имеет уже 6 ядер с 14 потоками. Построен процессор на базе архитектуры Older Lake, что обеспечивает длительную поддержку со стороны производителя, включая обновление драйверов и совместимость с актуальными версиями операционных систем. Потенциала проца хватит, чтобы с трудом, но раскрыть возможности даже RTX 3090, что говорит о возможности относительно простого апгрейда в будущем. Собрав компьютер на базе этой связки, можно на несколько лет точно забыть о замене любых узлов. Разве что видеокарту придется поменять на более мощную, чтобы получить еще более высокую производительность в топовых игровых новинках, следующих лет? А какой элемент сборки, по твоему мнению, должен обладать большим запасом производительности – процессор или видеокарта? Напиши об этом в комментариях. Если говорить о бесспорном фаворите по производительности среди сегодняшних комплектов, то это место по праву должна занять связка, собранная исключительно из представителей красного лагеря. В нее вошли процессор AMD Ryzen 5 3600 и видеокарта Radeon RX 6600. Вместе они показывают весьма высокие результаты в играх с разрешением Full HD, зачастую превышая любые консольные стандарты. Про киберспортивные дисциплины и вовсе говорить нечего, там FPS может достигать и 200 кадров в минуту. Отдельно хочу заметить, что у процессора разблокирован множитель, поэтому при желании можно еще больше разогнать его, поставив охлаждение с хорошим запасом. Высокая производительность видеокарты объясняется базовой частотой работы, превышающей 2 ГГц. Далеко не каждый адаптер из этой ценовой категории может похвастаться настолько быстрой обработкой данных. Если ты еще не подписан на наш телеграм-канал, рекомендую заглянуть на него сразу после просмотра видео. Ссылку для этого я оставил в описании к ролику, там публикуется много эксклюзивного контента, поэтому скучать не придется. Если хочется использовать всю ту же видеокарту Radeon RX 6600, но желания покупать процессор с большим запасом мощности нет, можно остановиться на Core i3-12100. Этот камень обладает более скромными характеристиками, но все же способен выжать максимум из графического чипа при запуске любых старых или современных игр. Он относится к последнему 12-му поколению процессоров от Intel, что упрощает апгрейд в будущем. Скорее всего, материнские платы на LGA 1700 еще долгое время не потеряют своей актуальности. Поэтому можно будет просто заменить камень на i5 или i7, построенный на той же архитектуре Older Lake. Замена процессора на менее производительный практически не привела к изменениям в средней частоте кадров в играх, которые я использовал в качестве тестовых. При этом мне не довелось ни разу упереться в потолок по возможностям камня, что говорит о полном раскрытии им потенциала видеокарты. Хочешь узнать, сколько получится сэкономить, взяв процессор от Intel вместо камня от AMD? Загляни в описание, где есть ссылки на магазины с актуальными ценами для всех позиций, перечисленных мной в сегодняшнем видео. Закрывает сегодняшнюю подборку топовых связок комплект из камня Ryzen 7 5700G и видеокарты RTX 3050. Я заведомо использовал в этой связке процессор, который можно назвать одним из лучших и наиболее производительных в выбранной ценовой категории. Эта сборка изначально планируется как оптимальная база для дальнейшего апгрейда. Процессор раскрывает все видеокарты вплоть до RTX 3080 Ti и RTX 3090, и это без разгона. Поэтому у него есть все шансы справиться с некоторыми моделями из нового поколения графических адаптеров, которое должно быть представлено в ближайшие месяцы. В данный момент он позволяет использовать одну из самых свежих и относительно недорогих видеокарт, доступных на рынке, чтобы запускать популярные игры без особых проблем. При разрешении Full HD она чувствует себя вполне комфортно даже в довольно требовательных играх. Вдобавок, если впоследствии видеокарта поменяется на представительницу последнего поколения, более свежую RTX 3050 будет проще продать на вторичном рынке, чтобы вернуть себе часть вложений. Для того, чтобы поставить карты в примерно одинаковые условия во время тестирования, я решил отключить любые вспомогательные технологии. Поскольку эти сборки рассчитаны все же не на максимально возможную производительность, в качестве разрешения для всех игр было выбрано Full HD. Как показывают результаты тестов, лучше всего себя проявляет RX 6600 и неважно с каким процессором. Хоть она и имеет шину данных в 128 бит, все же более новый чип и более современная архитектура позволяют ей обыграть RTX 2060. А RTX 3050 просто относится к более бюджетной линейке, поэтому уступает своим соперницам по некоторым параметрам. На этом видео заканчивается, ну а я напоминаю, что все видеокарты и процессоры из него можно купить по лучшим ценам, воспользовавшись промокодом из описания к ролику в проверенных магазинах, ссылки на которых находятся там же. Оцени мою подборку лайком и оставь комментарий, в котором расскажи, согласен ли ты с моим подходом к формированию комплекта. Также не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, в том числе и из этого цикла. Скоро увидимся!